Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 мая, сегодня мы начали высаживать томаты, ну приготовились по крайней мере, будем высаживать томаты в открытый грунт. Вот сейчас мы с Катей делаем луночки и самое время поговорить еще раз на эту злободневную тему, что же добавлять в лунки. И вот это видео я специально назвала, такое название поставила, что в разных ситуациях будут разные добавки в лунки. Потому что я уже, вот сейчас даже у меня у одной, в одном и том же огороде уже три варианта добавок. Вы, наверное, кто смотрит, все видели, когда я сказала, что тот грунт, который удобрен с осени, можно ничего не добавлять. Вот осенью я сюда добавила перегной, я сюда добавила суперфосфат и калий серно-кислый. И сейчас при высадке, я специально осенью все приготовила, чтобы большой объем работы сделать очень быстро. И сейчас при высадке я добавляю сюда всего лишь одну ложечку золы. И этого будет достаточно, по крайней мере, на первый этап. Вот пока растения будут, пока я рассаду высажу, она зацветет и даже, возможно, когда начнет завязывать плоды. Потом я посмотрю, если я решу, что этого недостаточно, то можно делать какие-то корректирующие, добавочные опрыскивания. Там, как обычно, монофосфат калия, легкая такая обработка по листу. Или там борной кислотой. Второй вариант, о котором я уже говорила тоже, сейчас в теплице я вам покажу. Вот второй вариант, который я тоже уже нынче озвучивала, который я применила при высадке иностранных сортов в эту теплицу в новую. Это я показывала ОМУ-Универсал, где у нас все-все-все. Азот фосфор-калий и еще различные микроэлементы. Здесь я уже не добавляла больше ничего, но пачка эта закончилась. Это у меня с прошлого года все остатки я использую. И в конце, вот этот кусок досадить, я буду добавлять по ложечке барафоски. Тут тоже есть азот фосфор, кальций, магний, бор. Ее тоже можно при высадке, но тогда я уже добавляя барафоску, я уже не добавляю никакую золу, ничего больше не добавляю. Вот видите, даже из моих слов понятно, что и на одном участке, и у одного и того же хозяина, в зависимости от ситуации, могут быть разные добавки в лунки. Можно добавить много всего, и суперфосфат, и калий серно-кислый, некоторые, если нет перегноя, добавляют мочевину, это в качестве азота, содержащих удобрений. Можно, как я, всего лишь добавить ложечку золы, и это тоже будет нормально и хорошо, потому что осенью грунт уже был заправлен. Можно добавить универсальное удобрение, если вы не хотите составлять из разных, и если вы ничего опять осенью не добавляли, чтобы хоть что-то получили растения, можно сделать вот так. Если у вас новый участок, плодородная земля, можно вообще не добавлять ничего года-два, достаточно какие-то вот эти витаминные опрыскивания делать, поддерживающие там, ну, различные легкие обработки. Можно просто органикой. У меня был год, когда я добавляла ложку рыбной муки, ложку золы, так, ложку рыбной муки, ложку золы, и потом уже после высадки делала обработки корректирующие, добавляла то, чего не хватает. Можно при высадке вообще ничего не добавлять. Я в прошлом году тоже показывала, торопилась последнюю теплицу высаживать, ничего не добавляла. Но через две недели после высадки я сделала вытяжку из суперфосфата, и вот эту фосфорно-калийную подкормочку я им сделала. Все зависит от нас, от количества свободного времени, от того, что есть под руками, под рукой вот у меня в этом году. Я говорила, что из-за карантинных вот этих ограничений я в магазин ни разу не ездила, и все-все остатки, которые с прошлого года оставались, я нынче все использую. И вот эти обработки витаминные делаю, там нашла бурную кислоту прошлогоднюю, нашла вот это ОМУ-универсал прошлогодний, все нынче пригодится. Все, до свидания, я надеюсь, вы поняли, что что добавлять в лунку, у каждого будет разный состав. Может быть, будет много ингредиентов, а может быть, вот как сейчас, я сегодня высаживаю только ложечку золы. И иногда этого достаточно бывает, все.